друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем солить скумбрию но перед тем как посмотреть рецепт обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео солить скумбрию мы будем вот в такой вот банки банку можно брать поменьше или побольше смотря сколько у вас рыбки и это скумбрия получается ничуть не хуже чем красная соленая рыба который стоит намного дороже нам понадобится 2 скумбрии 4 зубчика чеснока 1 большая луковица примерно 5 столовых ложек обычного растительного масла черный перец горошком примерно наверное штук 7 1 столовая ложка сахара гвоздика примерно 2-3 штучки соль примерно 1 столовая ложка без горки и вот такой вот столовый 9 процентный уксус примерно 4 столовых ложки сначала мы с вами подготовим лук и чеснок лук режем полукольцами чеснок нарезаем на тонкие пластины очень удобно кстати я плачу вы понимаете почему когда лук нужно порезать на полукольца мы его не очищаем его разрезаем вдоль и потом когда срезаем с него вот так вот попки хвостики как их можно называть он очень легко очищается вот так вот опа и все и дальше вот эта часть уже нарезается на полукольца лук чеснок мы подготовили теперь нам нужно нарезать скумбрию у меня здесь одна скумбрия уже без головы так купили одна с головой мы срезаем значит голову отрезаем ножницами плавники спарываем брюшко и не вычищаем внутренности эти хороший лайфхак если вы не хотите чистить рыбу руками возьмите столовую ложку и ей внутренности очень хорошо убирается особенно если рыба у вас не до конца разморознилась они такие будут жесткие они будут очень хорошо вычищаться мы скумбрию очистили удалили плавники теперь нам нужно ее хорошенько промыть чтобы точно все убралось ненужное теперь мой любимый этап мы вытираем ее бумажными полотенцами чтобы там не было лишней влаги потому что лишняя влага нам в блюдах обычно не нужна у меня осталась одна скумбриевая голова я ее складывают в такой пакет для заморозки посмотрите у меня здесь уже лежит рыба и потом когда буду варить уху я вот эти части буду использовать для нее это очень вкусно и хороший совет который я увидела мне кажется лет десять назад и до сих пор им пользуюсь теперь мы с вами просто нарезаем нашу скумбрию на кусочки примерно вот на такие очень часто путают скумбрию и макрель такая рыба на самом деле у нас в россии макрелью называют многочисленные рыбы семейства скумбриевых а скумбрии называют только один вид рыбы это скумбрия атлантическая именно ее чаще всего продают магазинах мы ее покупаем и мы знаем ее вкус еще есть японская скумбрия но ее сейчас встретить можно редко и раньше можно было редко встретить сейчас и более ну все теперь мы можем собирать нашу засолку мы берем стеклянную банку по размеру банка может быть маленькая может быть большая смотря сколько у вас рыбы и начинаем складывать у нее скумбрию делим ее примерно на две части сначала одну половину положим потом другую теперь берем половину лука который у нас здесь есть и складываем в банку то же самое с чесноком теперь другую половинку нашей рыбки дальше снова лук и чеснок теперь кладем в банку пару лавровых листиков наливаем растительное масло сахар соль пару штучек гвоздики и немножечко горошина черного перца и и примерно 4 столовых ложки пищевого уксуса кстати у меня здесь обычный но можно брать какой-то яблочный например или виноградный но вы лучше делайте один раз по классическому рецепту потом вы будете знать чего вам в этом рецепте не хватает и какой уксус хочется использовать теперь нам это все нужно перемешать мы закрываем банку крышкой нам необычно пластиковая плотно закручиваем и слегка еще можно так вот просто переворачивать главное чтобы специи у нас распределились по банке равномерно смотрите есть еще вариант сделать маринад в ковшике мы наливаем в ковшике немножко воды например наверное 100-150 миллилитров смешиваем все наши ингредиенты для маринада и прогреваем этот способ дольше так тоже получается очень вкусно и здесь еще смысл в том то что лук даст сок он смешается с маринадом будет такой очень вкусный соус поэтому я вам советую попробуйте именно вот этот экспресс вариант хорошенько перемешали теперь мы убираем нашу рыбу в холодильник примерно на сутки за это время лучше всего если у вас будет возможность достаньте банку раза три и снова так вот переверните потому что как я уже сказала лук будет выделять сок рыба будет выделять сок и конечно лучше все это дело перемешать два-три раза будет достаточно рыбка у нас постоял в холодильнике примерно сутки посмотрите мы ее периодически переворачивали чтобы маринат равномерно распределился на рыбке появился белый налет это нормально как должно быть это реакция масла и уксуса если бы мы например варили маринад в ковшике мы бы смешали уксус с маслом поставлю бы на плиту добавили специи она бы быстро так не побелела а этот рецепт экспресс вариант поэтому не пугайтесь все так и должно быть ну что давайте попробуем как по вкусу наша рыбка пахнет она замечательно очень сильно лук кстати андал аромат так мягко хорошая очень вкусно слушайте под эту рыбу очень хочется прямо сейчас сварить круглую вареной картошечки насыпать зеленый лучок положить кусочек сливочного масла это просто идеально на праздничный стол такая рыба тоже отлично подойдет она очень вкусная соленая примерно средний посолки специи чувствуется лучок чувствуется я бы вам советую ее приготовить мне понравилось а главное очень быстро друзья рыба получилось просто шикарная обязательно ее приготовьте сделайте на праздничный стол попробуйте просто так на ужин напишите потом в комментариях как вам рецепт подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео увидимся